77 погибших, почти 600 пострадавших. Это последние данные из Эквадора, где произошло мощное землетрясение. В стране объявлено чрезвычайное положение. Для ликвидации последствий в зону бедствия перебрасывают армию и полицию. Повторные толчки продолжаются и в Японии, на другой стороне Тихого океана. За трое суток после первого землетрясения там зафиксировано 400 автошоков. За ситуацией следит Павел Матвеев. Этажерка раскачивается в такт музыки, которую не успели выключить. Вечер с субботы на воскресенье. Люди отдыхали после трудовой недели. Нарушившая их планы, погрузившая часть страны во тьму и, главное, унесшая десятки жизней землетрясения, стала в Эквадоре самым сильным с 1979 года. Это при том, что страна находится в сейсмически активной зоне. Эпицентр нынешнего землетрясения находился в море, в 14 километрах от берега. Поэтому все заволновались о возможном цунами. Однако власти успокоили хотя бы на этот счет. Мы не будем объявлять предупреждение о цунами. Угрозы нет. Вместе с тем мы, к сожалению, продолжаем получать сообщения о жертвах среди наших граждан. В нескольких городах частично нарушено энергоснабжение. Все экстренные службы приведены в максимальную степень готовности. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия землетрясения. На ликвидацию власти отправили 10 тысяч солдат и готовы выделить 300 миллионов долларов. Граждан заверили, что эти деньги у правительства есть. Хватит ли их? Большой вопрос. Разрушения очень велики. Об их масштабе свидетельствуют, например, вот эти кадры. На автостраде в городе Гуайя-Киль стихия обрушила мост. Многотонная махина буквально расплющила все, что находилось под эстакадой. Спасатели с трудом вытащили из-под нее то, что раньше было автомобилем. Спасатели сейчас пытаются извлечь из машины тело человека, который, к сожалению, погиб. Я призываю всех к спокойствию. Это то, что нам сейчас нужно больше всего. В столице Кита, как и в некоторых других городах, на какое-то время погас свет, но там снабжение быстро восстановили. Хуже обстоит дело в прибрежных населенных пунктах, которые пострадали больше всего. Власти очень беспокоились за нефтезавод в Эсмеральдосе. Это тоже на берегу, недалеко от границы с Колумбией. Но он, по счастью, остался цел. В Колумбии, кстати, как и в Перу, землетрясение тоже ощущалось. Та и другая пополнили печальный и весьма обширный список стран, по которым в последние дни ударила стихия. Землетрясения на этой неделе произошли в Индонезии, Гватемале, Чили, Мьянме, на Филиппинах и на Тайване, в Вануату и Монголии, в Тиргизии с Узбекистаном. И, конечно, за скобками трагедия на японском острове Кюсю. Список ее жертв уже разросся до 41 имени, а число авторшоков перевалило за 400. Павел Матвеев, Первый канал.